МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Брал ли деньги? Как СМИ выясняли, брал ли взятку замглавы МВД Вадим Троян? Американские санкции, Конгресс США окончательно одобрил ограничения против России. Подпишет ли Трамп законопроект? Замминистра внутренних дел Вадима Трояна поймали на миллионной взятке. Такая информация сегодня появилась в СМИ. Сам Троян, как и глава МВД, эту информацию опровергает, но журналисты подбрасывают все новые и новые доказательства. Так брал ли Троян деньги? Мы попытались распутать клубок противоречивых заявлений. Сегодня в СМИ просочилась информация. Якобы замминистра главы МВД Вадима Трояна поймали на взятке. Ссылаясь на источники в прокуратуре, журналисты пишут, Троян получил деньги за помощь в закрытии уголовного дела, которое расследуют в Голосеевском отделении полиции. По данным медиа, есть даже кадры, где Троян берет взятку. Запись находится в распоряжении СБУ и Генпрокуратуры. Вчера же пишут в СМИ в Голосеевском отделении полиции и дома у Трояна оперативники проводили обыск. И замминистра якобы напал на них с ружьем. Успокоился только после звонка сверху. В одном из интернет-изданий даже появилось фото, где Вадим Троян якобы подписывает протокол, а на столе виден черный пакет, возможно, с деньгами. Сам Троян заявил, фото сделано не при обыске, а двумя неделями ранее, когда он вызвал полицию после заявления о попытке ограбления. И вообще, всю информацию опроверг. Написал только, что находится в отпуске. Но журналисты на этом не остановились. Пишут, на этом фото не полицейский, а следователи по особо важным делам ГПУ Николай Макеев. И вряд ли человек такого уровня приехал бы просто на вызов о краже. Сам Макеев подтвердил журналистам, что на фото именно он. И было это 26 июля. Но больше никаких подробностей не сообщил. Прояснить все детали этой детективной истории мы пытались в СБУ и Генпрокуратуре, но там ничего не комментируют. Однако, похоже, информация о взяточничестве и задержании Тройна имеет реальные основания. Ближе к вечеру на странице Нарде по Сергею Каплину появилось сообщение, замглавы МВД действительно задержали, но отпустили. После того, как министр Аваков пригрозил выходом Народного фронта из коалиции. Но уголовное дело по факту вымогательства взятки Тройном чиновникам Нацгвардии и его помощницей все же открыли. Кроме того, пишет Нардеп, негласными следственными действиями факт передачи 300 тысяч гривен, 300 тысяч Тройну зафиксировали, а фигуранты дела задержаны. Доказательство Каплина опубликовал документ в страницу этого дела, где, кстати, процессуальный статус Тройна не определен. В нем упоминаются такие фигуранты дела, как начальник отдела комплектования полка Нацгвардии Украины Азов Бржизинский, помощница замминистра Иваштенко и гражданин Украины Шамрай, которые требовали у предпринимателя взятку в полтора миллиона гривен за разблокирование счетов. А пока кипят страсти вокруг замглавы МВД, инцидент произошел с его подчиненными, обычными полицейскими на украинско-польской границе. Здесь возникли массовые потасовки из-за нежелания стоять в очереди. Водители нерастаможенных авто, или, как их называют пересечники, избили патрульных. Все подробности в сюжете Галина Якушко. Все произошло накануне ночью, ближе к полуночи. На пункте пропуска Краковец патрульные остановили машину. Водитель пытался объехать очередь, в которой находилось около 50 машин. Как он объяснил, его транспортное средство находится на иностранной регистрации, и у него истекает срок пребывания в Украине. Полицейский приказал ему не нарушать правила. Тут и завязалась потасовка. Пассажиры и водитель пытались повредить патрульный автомобиль. Сняли с него номерные знаки и выбросили в кусты. Затем сцепились с полицейскими. Одного нарушителя патрульным удалось задержать, второй убежал. А на помощь задержанному подоспели другие водители машин с польской регистрации. Около 40 человек. На помощь полицейским прибыло еще 6 патрулей. Им удалось усмирить перепалку только через 30 минут. Двое патрульных получили ссадины и ушибы, а двоих зачинщиков задержали и направили в Яворовское отделение полиции. Им грозит уголовная ответственность за нападение на полицейских во время исполнения обязанностей. А это тюремный срок до 5 лет. Как утверждают местные жители, конфликты в очереди на границе случаются часто. Ведь они формируются в основном из владельцев нерастаможенных авто, которые обязаны пересекать границу каждые 5 дней. Галина Якушкина, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Двум задержанным участникам перестрелки в Днепре избрали меру пресечения. Обоих взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Кстати, Александр Лакиза и Станислав Ельчищев уже имели судимости. В 2016 году за нанесение тяжких телесных получили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Во время суда задержанные уверялись, что были участниками АТО, но предоставить удостоверение не смогли. Свою вину не признают. Напомню, в понедельник вечером в центре города произошла перестрелка. Два человека погибли, пятеро получили ранения. Установлено саме двое. ОСО, осіб, яким поведомлено про подозрение, как пункт перший. Это означает загибель двух и больше осіб. И сами ученицы данного злочину подозривают всех двух осіб. Стреляли сегодня и в столице ночью в центральном районе Киева. Неизвестный шесть раз открыл огонь из травматического оружия по 24-летнему местному жителю. Преступнику удалось вскрыться, а пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полиции говорят, что выясняют все обстоятельства случившегося, но никакой конкретики. На данный момент тревают пощупки нападника, но особо его еще не установлено. Также следствия увидела в начале криминального проведения. Это частью четвертой статьи 296 Криминального кодекса Украины. Это хулиганство. Нападнику загрожает до семи лет позбавления воли. А в Белой церкви прогремел взрыв. Поздно вечером муж с женой выгуливали собаку и у ворот одного из домов увидели кирпич. Мужчина хотел убрать его, но как только поднял, раздался взрыв. Сработало самодельное устройство. Супруги получили осколочные ранения различной степени тяжести. А в Ревненской области неизвестные бросили гранату на крышу частного дома. Услышав взрыв, хозяин вышел во двор и увидел поврежденную кровлю. В доме находились также его сыновья и невестка. Никто не пострадал. По предварительной информации, это была граната РГД-5. Обломки направили на экспертизу. Один украинский военный погиб во время вражеского обстрела водяного на Мариупольском направлении. За минувшие сутки боевики 10 раз атаковали украинские позиции из стрелкового оружия. Пятеро наших солдат получили ранения. А сегодня около 8 утра нашей позиции в районе Ново-Ташковского боевики накрыли огнем из гранатометов и пулеметов. Из зоны АТО наш корреспондент Руслан Смещук. Украинские позиции за Авдеевской промзоной. Когда-то здесь были дачи. Теперь большинство домов уничтожены вражеской артиллерией. На деревьях вместо сливы черешни такие вот плоды, остатки от реактивных гранат. Боевики стреляют тут и днем, и ночью. Накануне в результате интенсивного вражеского обстрела из автоматических и ручных гранатометов один украинский военный получил ранения. Боевики как будто бы озверели, рассказывают наши солдаты. Упорно и плотно накрывали эти позиции. До позиции боевиков от двух десятков метров до сотни с хвостиком. Поэтому перестрелки часто ведутся на сверх коротких дистанциях. С другой стороны в этом есть и плюс. Противник не использует диверсантов. А вот цифры там. Ну, у нас чуть больше, конечно. Но их метров 25. Само ниже. То есть отсюда может быть 25 метров. Да, отсюда вот работал АГС 51 вчера. Отсюда по прямой 113 метров, чуть-чуть на яска 78 метров. Это их тоже позиции. Там дальше идет алмаз у них, двухэтажка. Ну, они нас из-за посадки там в следующую позицию в основном обстрелят. Разваленные дома, мусора много, трава высокая, шума много. Тихо не пройдешь. Из-за этого только обстрелы. Когда боевики откровенно наглеют, наши открывают ответный огонь. Иногда металл отказывает, а люди держатся. Рассказывает военный с позывным «Кавказ». Из 6 вечера до 7 утра. Бой шел. Не успевали даже, чтобы стрелковое оружие охлаждать. Парни молодцы. Хоть некоторые из них, это первые бои у них. Но они все показали себя с лучшей стороны. Особенно жарко тут становится с наступлением темноты. Поэтому к каждому вечеру на этих позициях тщательно готовятся. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер». Очередной ноу-хау от сайта «Миротворец». Ресурс, который курирует советник главы МВД Антона Герасченко, в сентября запускают проект по распознаванию лиц боевиков и их пособников. Подробнее о компьютерной технологии и рисках наши корреспонденты. «Пусть вершится правосудие, даже если упадут небеса». Такой девиз нового проекта под кураторством советника МВД Антона Герасченко. Его старт нардеп «Фронтовик» проанонсировал на своей странице в Фейсбуке. Дескать, в сентябре на сайте «Миротворец» заработает программа «Сепаратор» по идентификации личностей пророссийских боевиков и их пособников. По фото за считанные секунды она вычисляет, причастен ли человек к сепаратизму. Воспользоваться программой, утверждает Герасченко, сможет любой интернет-пользователь. Глубоких знаний в IT она не требует, только умение загружать фото. По итогам проверки вы будете точно знать, кто перед вами – законопослушный человек или тот, кто в 2014-2015 году кричал на митингах «Путин в виде войска и Крым наш». А дальше вы сами для себя примите решение, что делать – звонить в СБУ или полицию, отказаться от делового сотрудничества с этим человеком или попытаться убедить его в том, что он стал жертвой антиукраинской пропаганды. 300 тысяч снимков уже загружены в систему «Сепаратор», говорит исполнительный директор миротворца Роман Зайцев в интервью одному из изданий. Правда, имена разработчиков приложения не разглашает. Назвал только цену проекта, дескать, тянет на 100 тысяч долларов. И такие деньжища, уверяет, дали обычные украинцы. Кинули клич, увидели, что сбор средств идет очень активно. Подумали и решили, что поскольку люди спонсируют проект, значит проект народный. Но вот специалисты по безопасности радости команды миротворца и его куратора Герасченко не разделяют. Уж слишком рискованная затея. Без согласия с МВД такой ресурс вряд ли запустили бы, предполагают эксперты. Да и версия народных сборов на программное обеспечение сомнительна. Сдет выжимание денег под любым соусом. Поэтому очередная бредовая затея, но зато под нее можно удобно списать деньги. И, наверное, больше, чем сына Вакуа погранца свои там списывал. Еще одна новость о советнике МВД. Дело киллеров, покушавшихся на жизнь нардепа-фронтовика Антона Герасченко, Печерский суд начал рассматривать по существу. В понедельник выбирали присяжных. Но, несмотря на резонанс дела, слушания проходят в закрытом режиме. Без камер и журналистов. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Пока в Украине с легкой руки чиновников МВД сливают персональные данные в открытый доступ, в Швеции из-за более мелких нарушений отправляют в отставку. Из-за утечки персональных данных граждан своих постов лишились министр внутренних дел Андрес Игеман и министр инфраструктуры Анна Юхансон. Оппозиция требует также увольнения министра обороны. Причина в том, что информация обо всех автомобилях в стране, в том числе военных и полицейских, стала доступна чешским и румынским IT-сотрудникам. Рассекречены данные об уголовных преступлениях. Виной этому шведское транспортное агентство. Там не провели проверку, когда в 2015-м передавали обслуживание своих баз данных в американскую компанию IBM. К слову, главу агентства тоже уволили в этом году. Представитель социнтерна поддержал социал-демократическую партию и СПУ и уже вскоре в Киеве будет создан комитет по координации всех левоцентрических партий Восточной Европы. Об этом в Харькове заявил Сергей Каплин. По его словам, путь социал-демократического и социалистического развития общества выбрали такие успешные страны, как Швеция, Норвегия, Франция и Германия. И такую же модель, уверен Каплин, можно и нужно реализовать в Украине. Сначала посадить в кресло главы СПУ Киеву, а потом Киева поступает этим креслом Арсену Авакову. Залог нардепа от Народного фронта Максима Полякова 304 тысячи гривен уйдет в госбюджет, если он не наденет браслет. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий. Поляков должен надеть браслет до 31 июля, иначе ему грозит еще одно уголовное производство за умышленное невыполнение решения суда. Напомню, фигурант янтарного дела, нардеп Поляков усердно бегает от прокуроров и напрочь отказывается носить браслет. Якобы это противоречит Конституции, а правоохранители только разводят руками и ничего сделать не могут. Для кого электронный браслет, а для кого жизнь на широкую ногу? Уже второй день информагентство опубликует материалы о том, как нардеп Вадим Рабинович присматривает земельный участок за рубежом. Причем его запросы ошеломили даже французские СМИ. Именно они первыми показали видео, где политик присматривает землю на одном из элитных островов в Карибском море. Подробности этой истории в нашем следующем материале. Замахнулся так замахнулся. Французский остров Сен-Барт в Карибском море. Настоящий рай для миллионеров. Бирюзовая вода, песок цвета слоновой кости и пейзажи, завораживающие глаз. Именно здесь, по данным французских и украинских СМИ, присматривал участок украинский нардеп лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. Стартовая цена земли – 12 миллионов долларов. Рабинович встречался с владельцем, смотрел план на дело и даже торговался. Сен-Барт – остров для мегаэлиты. Даже аэропорт говорит об этом. Здесь приземляются только легкомоторные самолеты, а отдыхают исключительно богачи. На острове расположены виллы Сильвестра Сталона, Синди Кроуфорд, знаменитого балетмейстера Рудольфа Нуреева. Есть более примитивные схемы, которые покупаются на подставных гостей, строятся фирмы на их гостей европейских пенсионеров. Интересно, что по декларации нардеп Рабинович явно землю на Карибах не осилит. Да и в Украине практически всем владеет жена. На ней два дома, земельные участки и квартира. А вот избранник только что орденами да картинами владеет. И еще несколькими компаниями. Сбережений под матрасом тоже на закраничный участок не хватит. Сам нардеп эту историю, конечно же, отрицает. Мол, землю не покупал. Ничего удивительного, говорят политологи. Это сценарий, которому следуют многие украинские политики. Как правило, это имущество имеет сомнительные источники происхождения. Но в лучшем случае и серые. История слишком показательна. Если человек, который никогда не занимался крупным бизнесом, ведет образ жизни крупного бизнесмена, ну как минимум топ-менеджера крупной компании, ну возникает вопрос, откуда дровишки, откуда имущество. Дом в элитном районе под Киевом главный радикал приобрел на имя гражданской жены. Особняк в 550 квадратов, по оценкам экспертов, тянет на 15 миллионов гривен. При этом бизнесом супружеская пара не владеет. До избирожений, как и доходов на такое жилье у него по декларации нет. Ирина Волк, Константин Степанов, подробности, телеканал Интер. И еще об одном эпизоде из жизни Вадима Рабиновича. Похоже, меценат и народный депутат знают секрет, какие дары открывают перспективу войти в историю и оказаться на карте святого города. Несколько лет назад Вадим Рабинович сделал щедрый подарок Иерусалиму. Купил для города золотую минору стоимостью в полмиллиона долларов. Она украшает живописную площадь в самом центре неподалеку от Стены Плача. Казалось бы, дар безвозмездный, но мэрия позже отблагодарила мецената в нарушение всех правил. По закону, какие-либо городские объекты не могут быть названы в честь людей, живых и здравствующих. И тем не менее, отныне площадь будет носить имя Рабиновича. Впрочем, после подобного решения городских властей разгорелись нешуточные страсти. Некоторые сотрудники муниципалитета подвергли резкой критике такую инициативу, заявив, что Рабинович продавал оружие Талибану. А член Горсовета Иерусалима Рахель Азария объявила, намерена обратиться в Высший суд справедливости с просьбой отменить данное решение. Дымовые шашки, перечный газ и обрушившиеся двери. Настоящее побоище превратилась сегодня акция протеста возле Тернопольского Горсовета. Местные активисты из национального корпуса Автомайдана и Свободовцы выступают против переоборудования городских котельных в торфяные. Сначала провели митинги, а затем прямо перед входом в мэрию подожгли бочку с торфом. Таким образом, они хотели показать, каким последствиям приведет перевод городских котельных с газа на торф. Затем заблокировали вход в Горсовет, не пропуская туда депутатов. Протестующие пытались ворваться в сессионный зал, возникла потасовка. Заседание все же состоялось, а в полиции Тернополя заявляют, установили лиц, которые провоцировали беспорядки. Суд обязал Кабмин компенсировать нафтогазу убытки от поставок газа населению. Напомню, на прошлой неделе правительство отказалось повышать тарифы на 19%, как того хотел НАК. В итоге, нафтогаз подал на Кабмин в суд. И тот обязал министрам найти деньги. Чего ожидать украинцам? Далее в сюжете. По расчетам нафтогаза, с 1 октября 1000 кубометров газа должна была подорожать на 931 гривню. Дескать, это разница между внутренней ценой на голубое топливо и его стоимостью на немецком хабе. Такую компенсацию прописал Кабмин в своем постановлении. Эксперты говорят, де юре претензии нафтогаза обоснованы. А вот де-факто цена на газ в Украине и без того завышена, учитывая доходы населения. Никакого экономического обоснования под ценой на газ, чтобы продавать газ внутренней украинской добычи по цене европейского хаба нет. Если у нас будут зарплаты на уровне 2000 евро, тогда можно апеллировать к опыту Европы в тарифах. При этом сам нафтогаз давным-давно не убыточное предприятие. За прошлый год получил 26 миллиардов гривен прибыли. Это после четырехкратного повышения тарифов. При этом топ-менеджеры нафтогаза, трое из которых иностранцы, о себе не забывают. Их зарплаты всего за год выросли в 13 раз. Глава компании Андрей Коболев получает около миллиона долларов в год. Живет вот в этом особняке под Киевом, стоимость которого тоже миллион зеленых. Для сравнения, глава госдепа США Рекс Тилерсон, с которым Коболев недавно встречался, получает 120 тысяч в год. Президент США 400 тысяч. Он стал державой в державе. Сегодня структура НАК «Нафтогаза» 652, 2 люди. Одна особа в НАК «Нафтогазе» в среднем отримает 1 миллион гривен. Но Коболев взагал 2 миллиона на месяц получает. Эксперты говорят, деньги для компенсации «Нафтогазу» к обмину придется искать либо в бюджете, который, кстати, наполняется за счет наших налогов, либо пойти на уступки компании и снова же повысить тарифы. «Нафтогаз» держит позицию, то есть, по сути дела, держит в заложниках всю страну. Он держит в заложниках населения, он держит в заложниках коммунальные предприятия и при этом еще требует с Кобмина компенсации. Если компенсация за предыдущие периоды, порядка 2 миллиардов долларов. Это только за 16-й год. Не исключено, что там встанут вопросы еще по 15-му, ну и по 17-му году. Главной требованием рынка природного газа есть ликвидация «Нафтогаза» вообще. Вот так вообще. Его не должно существовать. Пан Витренко еще год назад обещал, что когда там работает закон о газе, то будет уменьшение цены. Где это уменьшение цены? «Нафтогаз» пытается дальше развивать свою монополию. «Нафтогаз» пытается сейчас подмять под себя поставки газа населению. Говорит о том, что облгазы не нужны и должен поставить только «Нафтогаз» в Украину. Если вашим контрагентом, вашим поставщиком, как потребителя, станет «Нафтогаз» в Украине, то уже не будет таких вариантов, когда там ходят представители облгаза и уговаривают вас рассчитаться, говорят, давайте реструктуризируем. За последние три года потребление газа снизилось на треть. Украинцы просто не тянут новые тарифы. А долги населения уже составляют порядка 10 миллиардов гривен. Павлина Василенко, Сергей Килимник. Подробности. Телеканал «Интер». Президент Украины подписал закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения. Как сообщается на сайте президента, документ определяет порядок оснащения домов средствами учета и условия формирования счетов за коммунальные услуги. По оценкам экспертов, это позволит более чем в половину снизить объем неучтенных потерь воды и теплоэнергии. И сегодня же президент Украины объявил о завершении конкурса на должность судей Верховного Суда. Как сообщил Петр Порошенко, вначале на одно место претендовали семь кандидатов. Но около 40% заявителей комиссия сразу сняла с конкурса из-за негативных оценок Общественного Совета. В финал вышли 120 человек. Им пришлось пройти тестирование, а также проверку антикоррупционных органов. Еще месяц финалистов будет проверять Высший Совет Правосудия. Чтобы новый Верховный Суд работал как минимум быстрее, прошу народных депутатов буквально в первый сессийный тиждень ухвалить все необходимые изменения до процессуальных кодексов. Людям нужны правильные суды, которым они могут доверять. Санкции неизбежно. Американский Сенат утвердил новый закон, который вводит жесткие ограничения против Ирана, Северной Кореи и России. За что именно проголосовали и что теперь изменит этот документ для России, Украины и для самой Америки? Дмитрий Анопченко выяснял все детали он в Вашингтоне. Могут же, когда хотят. Восхищенно и даже чуть растеряно обсуждали помощники конгрессменов, наблюдая за трансляцией заседания. А там какой контраст с нашей Верховной Радой, с ее вечно полупустым залом. И Сенат весь в сборе. И даже Джон Маккейн не только вышел на работу сразу же после серьезной операции по поводу опухоли мозга, но и призывает коллег работать активнее. Время дать ответ российским атакам на американскую демократию, показав силу, совместное решение с единой целью ответить действиями. Голосование открытое. И в итоге результат в Сенате еще более убедительный, чем на днях был в Нижней Палате. За 98 против 2. Закон принят. И главный вопрос, что этот закон конкретно теперь изменит? В Конгрессе говорят, что документ предусматривает 4 главных шага, 4 направления. Во-первых, силу закона получают указы Обамы и старые времен 2014-го. О санкциях в отношении лидеров боевиков, членов так называемой семьи Януковича и людей из окружения Путина. И последнее, об аресте российских дипломатических дач. Если раньше президент мог просто отменить распоряжение своего предшественника, то теперь на это способен только Конгресс. Да еще и голоса собирать придется. Во-вторых, подтвержден украинский пакет санкций. И они будут в силе до момента урегулирования кризиса. По сути, до полного выполнения минских соглашений. Право отменять или ослаблять санкции в отношении любых государств и правительств у президента в принципе забрали. Теперь все это только по согласованию с Конгрессом. А еще законодатели ударили по российской финансовой сфере и особенно энергетике. Для российских банков ввели ограничения на получение кредитов. Поддержку нефтяных проектов, осуществляемых за пределами России, запретили. Большие американские компании на этом активно зарабатывали, но теперь они будут обязаны оставить бизнес. А еще в санкционном законе, подстраховавшись, заодно прописали и приоритеты внешней политики. Среди важного для Украины приоритет энергетической поддержки Киева. Усилием по восстановлению полного контроля страны за украинской границей на Донецком участке. А Россию призвали вывести войска с Донбасса, так же как из Грузии и Молдовы. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Ривненский врач, которого обвиняют в служебной халатности, может вернуться в больницу. В ноябре 2015 года во время дежурства Константина Думановского в областной детской больнице умер пятилетний мальчик. Но суд восстановил заведующего отделением хирургии в должности. Инна Белецкая продолжит. Почти полтора года судебной тяжбы Ривненский городской суд выносит решение восстановить хирурга Константина Думановского в должности. Мало того, всю зарплату за тот период, пока он не работал, ему должны компенсировать. Сторона потерпелых, конечно, шокована решением суду. Для того, чтобы говорить более детально, нужно дочекаться полного текста решения суду, чтобы понять, из каких основ вынесли это решение. Настолько нам также известно, что в суде в первой инстанции все-таки не был допытанный лекар. Адвокат и отец подозреваемого тоже хирург доказывали в суде, что действия Константина Думановского никоим образом не могут быть причиной увольнения. Напомню, трагедия произошла в начале ноября 2015-го. Пятилетнему Кулю Антонюка до скорой привезли в больницу с подозрением на острый аппендицит. В ту ночь хирургии дежурил зав. отделением Думановский. Спуститься в приемный покой и осмотреть ребенка он отказался, а потом назначил лечение. Уксусное обтирание и аналгин с димедролом. Давать воду ребенку запретил. Мальчик умер. Думановского уволили, но он сумел доказать в суде, что увольнение было незаконным. В больнице же уверены, работать такой хирург не должен. Думановский не приходил, никто не приносил. Зарамку я сбрал народу по тому, что юрист набрала хлопотание на суд, чтобы они хоть выпуску дадут. Потому что они нам написали. Раз. Другой. Но наша позиция, которая была такая, мы его не видим в лекаре. Ни я, ни коллектив, ни никто. Ни хворий, я так думаю. Константин Думановский из династии врачей. Его мать руководила отделом по охране материнства и детства в областном управлении здравоохранения. А отец возглавлял детскую областную больницу. Именно он назначил еще совсем молодого и неопытного сына на пост заведующего отделением хирургии. Но судебная эпопея пока не завершена. Тот же городской суд рассматривает еще одно дело. Уголовное. Константина Думановского подозревает в халатности, повлекшей тяжелые последствия. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны. Уже вскоре Европейский суд по правам человека сможет рассмотреть жалобу экс-руководителя фракции партии регионов Александра Ефремова. По прогнозам его адвоката ЕСПЧ приступит к рассмотрению через полгода-год. Об этом стало известно от самого защитника. У нас есть достоверная информация. Мы получили из ЕСПЧ уведомление о том, что обе жалобы, мы подавали две жалобы, они приняты. И, соответственно, мы ждем, когда Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению этих жалоб. С учетом того, что Украина на сегодняшний день страна-жалобщик номер один, в ЕСПЧ находится порядка 35 тысяч жалоб. Но это существенно влияет на затягивание рассмотрения секции нашей жалобы. Поэтому мы не исключаем, что само рассмотрение, по сути, может состояться как через полгода, так и через год. На Стамбул обрушился мощный ливень с градом. Не менее 10 человек пострадали. В городе транспортный коллапс. Затоплены улицы и метро. Автомобильные и железнодорожные тоннели под Босфором временно закрыли. Ветер повалил деревья, снес крыши. Стамбульские аэропорты Ататюрка и Сабихи-Гикчен работают с перебоями. Из-за непогоды 15 самолетов не смогли приземлиться. Град размером с мяч для гольфа повредил в воздухе авиалайнер с украинской регистрацией. Сорвал краску с носа и даже разбил окна пилотов. За штурвалом был украинец Александр Акопов. На аварийную посадку в аэропорту Ататюрка он заходил почти вслепую. Авиалайнер пришлось накренить, чтобы увидеть полосу хотя бы через боковое стекло. Второй день продолжаются торжества по случаю дня крещения Киевской Руси. В Киево-Печерской лавре митрополит Ануфрий совершил божественную литургию и присвоил саны архиепископов, ряду служителей церкви. На праздничную молитву в столицу съехались более 100 тысяч паломников со всей страны. И митрополит Киевский из всей Украины благословил верующих. Мы живем по тих законах, по тих правилах божественных, которые принял святый Володимир, которые его преобразили, которые он передал нам, чтобы мы жили этими правилами и так же преображались из гиршего в кращий. Дух любви к Богу, дух любви к ближнему, дух терпения, смирения и милосердия. Не хай Господь допомогай нам, дорогие братья и сестры. Скандал в среде украинских археологов. Ученые из Одессы обвинили киевских коллег в рейдерстве. Якобы столичные ученые пытаются захватить древнегреческий парусник, который лежит на дне Черного моря. Почему из-за этого судна развернулись такие баталии, разбирались мои коллеги. Остров Змеиный, глубины Черного моря. Шесть лет назад экспедиция Одесского университета делает сенсационную находку. Древнегреческий парусник 4 века до нашей эры. На борту Патрокла, так назвали судно, 3000 амфор и керамика. Несколько лет одесситы изучали парусник, маркировали артефакты. В этом году Институт археологии Академии наук неожиданно отказался выдать им документ, разрешающий посещение объекта. Одновременно в Киеве заявили о желании самостоятельно поднять на поверхность 100 амфор Патрокла. Одесситы недоумевают. Если профессиональный археолог говорит о цифрах 100 амфор, он должен понимать и давать себе отчет, что эти 100 амфор оголяют тот слой, который находится ниже. Это просто категорически недопустимо. В столичном институте утверждают, у них были благие намерения. Это подняте, залишки материальной культуры и самого корабля. Далее. Музеификацию его. Это створение нового музея. Музея-лаборатория, потому что поднятые решки корабля должны сохраняться в специальной ванне или бассейне. В Одессе забеспокоились. Дескать, это может привести к уничтожению и разграблению Патрокла. И вообще, похоже на рейдерский захват. Представители института парируют, получили письмо от военно-морских сил Украины о том, что все лето в районе Змеиного будут проводиться артиллерийские стрельбы. Поэтому погружения запрещены. Но почему бы тогда не начать исследование с сентября? Пару дней назад директор звонил в командование флота. Они сказали, скорее всего, мы продолжим. Вот и все. В итоге местные чиновники решили, будут обращаться в Министерство культуры с просьбой. До тех пор, пока нет ясности, что делать с Патроклом, строжайше запретить кому-либо забирать артефакт из борта парусника. В ожидании министерского вердикта создадут в районе находки охранную зону. Андрей Анастасов, Юлия Жешко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Такими были новости этого дня за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова